всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука 22 мая у нас всю ночь лил дождь сейчас 7 утра 12 градусов ночи было 11 следующая ночь будет 10 градусов это холодновато для огурцов которые ранние у меня теплицы при такой температуре я не закрываю вот томатные а придомовую где растут огурцы на при 10 градусах нужно уже закрывать потому что у них до 15 комфортная температура огурцов ниже 15 уже им плохо несмотря на то что птички поют и вроде бы все хорошо но очень быстро захотелось опять тепла говорят же что нам всегда чего-то не хватает зимой и летом зимой и и так что когда жарко было я всюду его жарко но только один день у нас как холодные сыра сразу начинаешь тоской вспоминать лучше бы было солнышко а солнышко у нас сегодня вот такое видите вон ту точку затянутую передают дождики один плюс что природа отдохнула смотрите как красиво выглядят редки томатные где полита земля где она вся увлажнена она становится сразу мягкой такой красивой ну и конечно растением тоже благодать и вот теперь когда почти все высадки у меня уже прошли но там немножко еще по закоулкам ступени осталось обсудить несколько бордюров я буду уже не просто ходить и показывать вам как я любуюсь я буду ходить и в каждом отдельном участке в отдельных локациях рассказывать что я делала потому что сейчас уже начались конкретные действия то я вам показывала что обрабатываю там томаты обрабатываю огурцы обрабатываю картошку яблони буду показывать и результаты и буду говорить по ходу какие препараты применяю какие дозировки сразу скажу вот про это поле это томатное поле у меня здесь на сотке примерно 500 томатов с ними я еще ничего не делала потому что их высаживаю в последнюю очередь в первую очередь конечно были высажены теплицы вот это которая с подогревом потом он то дырявая франкенштейн и все процедуры с томатами я пока что проводила только в теплицах на улице еще не тронуты они моей рукой они вот только высадились и они только-только ну как прижились здесь конечно потом придется мне обрабатывать и от насекомых потому что обязательно кто-нибудь на них нападет уже вот колорадские жуки я показывала что они шастают по всему огороду и нижние листья томатов уже объедают я прям снимаю из томатов из баклажан хотя одна зрительница написала что поедают листья личинки колорадских жуков а взрослые не поедают я ответила игру хочу они святым духом питаются но явно видно вот он сидит на листу и пол листа нету перед тем как отложить яйца ему конечно нужно плотненько покушать или как хотя бы ну как во время там как сказать-то спаривание им же все равно нужна какая-то энергия какая-то сила все равно они поедают и бакла и на баклажанах дырки и картофельные листы взрослые жуки все прекрасно поедают сейчас пойду вдоль по огороду и буду показывать где и что я уже сделала и сегодня вот по просьбе зрителей расскажу подробнее про капельный полив пройти капельные ленты где заказывала долго искала на сайте где как спросили где заказывала я уже все конечно это удалила получила ленты и удалила и вот сегодня восстановила информацию расскажу где заказывала и почему но вообще для меня не принципиально я никогда не ищу какую-то одну определенную фирму мне вот удобно что под руку попалась там и заказываю конечно основная работа у меня проведена с томатами пока только по теплицам потому что видите что здесь они высажены рано они выглядят намного взрослее и вот здесь я показывала что у меня частично было не до опыления и когда зрители пишут что вот там посмотрите такой-то канал там блогер советует обрабатывать там янтарной кислот борной кислотой потряхивать их да я все это уже конечно делала и у меня есть про это тоже видео я их и потряхивала и борной кислотой обрабатывала но когда такая жарище стоит в этих в теплицах то все знают что стопроцентного опыления у томатов добиться очень сложно как ты не тряси как ты борной кислотой не обрабатывай все равно будут какая-то часть будет пустоцветов но радует что цветов на томатах очень очень много если там в нижней кисти предыдущие несколько цветочков например отцвели упали ну значит растение будет вскармливать томаты на следующих кистях смотрите как красиво цветет ну и конечно же больше всего процедурным сделано было вот в этой в первой теплице которая высажена рано тут конечно тоже было уже и борное опрыскивание и во время ранней весны было опрыскивание эпином янтарной кислотой потому что при высадке была низкая температура и вот сейчас опять мне требуется конечно вот здесь у меня самое повышенное внимание потому что они уже в такую фазу вошли что здесь требуется и прореживание второго третьего ряруса и по хорошему то здесь уже у меня должна была быть если вот кто четко соблюдает графики подкормок должна быть уже подкормка потому что смотрите какие здоровые налились уже томаты но я как вы понимаете из-за своей загруженности обычно первую подкормку ранних томатов пропускаю и сегодня я хочу поговорить о подкормках что в каких случаях нам нужно больше количество подкормок в тех случаях когда грунт не заправлен с осени например или весной вы ничего не добавляли тогда нужно делать не пропускать все эти подкормки которые по графику должны быть но так как у меня грунт был заправлен я стараюсь все делать лучше сначала в землю заправлю чтобы весной у меня были развязаны руки но теперь вот по хорошему нужно было бы их уже и подкормить потому что тут уже дальше идет дело о вкусовых качествах томатов вот сейчас им нужны те элементы которые создают вкус плодов и вот нужно думать когда я буду делать но перед тем как делать подкормку мне надо их сначала проредить сегодня буду посынковать сегодня весь день на на проведу в этой теплице потому что жалко такие прекрасные томатики нужно конечно за ними ухаживать о прелесть вот в этой теплице уже тут нужно было мне сделать комплекс полностью ухода но она тоже стоит еще у меня нетронутая пока только посынкую и пока легкое опрыскивание делала вот такое как я говорила янтаркой и эпином нужно браться за нее проходя мимо яблони я хочу несколько слов сказать опять о вредителях которые я обрабатывала я снимала видео и вот про этих гусениц которые кучей такие шили кто-то говорит что это какая-то горностаевая моль кто-то говорит что это какой-то шелкопряд было там даже высказывание что это плодожорка но плодожорка она наружу не сидит мне кажется она внутри яблоко должно быть и сразу скажу про препарат про который я говорила вот in the cm он не системный и вот этот мой дождь который сегодня ночью был он скорее всего его уже смыл потому что смотрите когда мы начинаем выбирать препарат я-то дождя конечно не ожидала но еще второй у меня аспект то что у нас карантин и мне нет возможности ездить по магазинам у нас скорее всего они наверное не работают еще у нас как бы закрыты сейчас вот эти непродовольственные магазины я просто выбирала из старых остатков из прошлогодних и правильно вот виктор шадрин заметил у меня на канале что лучше бы обработать там актарой командором или тонреком я ответила что у меня вот что если я тем и обработала но для начинающих для новичков я хочу пояснить да если у вас есть возможность если у вас есть угроза смывания дождями то лучше обработать такими препаратами которые проникают внутрь растения которые дождями не смываются но тут опять такой вопрос что они намного дороже вот актара маленькая пачка у нас стоит 200 рублей а этот 18 рублей ясно что когда средства на порядок дороже то кто-то может быть выберет лучше то которое смывается вдруг дождя не будет но так как у меня случился дождь чтобы не разводить долго вот эту воду я скажу если дождем смыло то нужно конечно сейчас вот погода установится я буду обрабатывать еще раз потому что считаю что действие препарата прекращается вот после таких дождей но меня одно радует что те которые были вот эти гусеницы они конечно все уже умерли но для того чтобы новые здесь не разводились и не нападали мне придется повторить обработку и еще про цветущие про не цветущие почему я ждала когда у меня яблочки вот эти будут ну как по зеленой завязи конечно цветущие фруктовые деревья любые растения лучше не обрабатывать потому что такие обработки могут погубить пчел и вот тут одна зрительница написала что если во время цветения обработать то этот препарат остается на цветках и даже пчелы могут унести вот этот вот ядовитый препарат к себе в мед а потом люди его будут есть ну конечно никто от этого не умрет но вред все равно можно нанести запоминаем правило что цветущие яблони мы лучше не обрабатываем если у вас такая переменная облачность дождливой погодой то лучше обрабатываем системными то есть более дорогостоящими препаратами такими как танрек актора кто там есть командор но их очень много можно прочитать на инструкции а вот такие контактного действия дешевые как мои интавир они очень хороши только сухую погоду недождливую и вот я когда обрабатывала как как раз была сухая недождливая ничего не предвещало таких дождей и тут вдруг раз и сразу дождь но не повезло буду повторять обработку в этой теплице тоже у меня пока что обработка была борной кислотой потому что у меня массовое цветение и вчера обработала сывороткой как профилактика фитофторы пока конечно никаких подкормок ничего не было буду делать чуть позже вчера собрали вот это агро щит для перцев дождь не позволил накинуть эту вот как тент укрывной материал сегодня доделаем перцы мои терпеливо ждут высадки вот они они ромира весь весь завязался весь в плодах смотрите как он хочет жить как хочет скорее чтобы его в агро щит посадили но весь и вот говорят что скидывают иногда плоды вот они же в стаканчиках стоят у меня видите в стакане все плоды и крупный и ой все перцы и крупноплодные и мелкоплодные вон видите вон тоже перчины крупные вон они они все стоят уже в полноценных перцах они конечно надеются что я скоро высажу и не один хоть бы один сбросил сейчас еще пройдем то что ой тут у меня все в тесноте конечно смотрите у ромира уже какие перцы я специально для ромира он же высокорослый он метр он у меня в тот раз в теплице метр десять что ли вырос вот как раз вот это вот парничок перечный он метр двадцать высота и ромира будет вольготно там жить и так как ромира у нас не вызревает в открытом грунте я первый год как опростоволосилась с ним высадила его в открытый грунт и как вместе со всеми нашими сибирскими из там с другими и осенью сняла почти все зеленые плоды уложила конечно его на дозаривание в подвал но нифига не дозарился он там он так зеленый пролежал наверное месяц дозаривается что-то ну не знаю по крайней мере у меня он дозаривался очень медленно с трудом такой тормозной и вообще он испеет медленнее других и вот как раз вот это вот агро щит то есть парник вот для перцев для него и для баклажан это идеальный вариант тут немножко он подольше сможет сидеть и я также у меня в планах что если будет сильно холодно осенью может быть еще пленку сверху кинуть чтобы вообще им там термос тоннель создать вот смотрите какие терпеливые ромира ждут терпят детей прям это ну как потомство создают не скидывают плоды хорошие родители вот ладно на этом про такого очень плодовитого и так упорного перца ромира вот на этом я и закончу потому что да действительно некоторые перчики же как вот люди говорят что они зацвели и цветочки раскидывают что сил не хватает у растения а ромира нет ничего не скидывает вот вы видите все 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 в перчинах молодец сегодня он уже будет у меня сидеть вон там в парничке до свидания люблю полюбоваться на огород после дождя так красиво все вот сейчас поднимала на второй этаж капельные ленты лишние которые нынче не пригодятся и невольно из окна посмотрела залюбовалась прелесть смотрите какая красота рукотворные вот такие вот эти дорожечки птички поют ой прелесть хочется немножко тепла